Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Мы работаем в прямом эфире. Это программа «Помолитесь за меня». Уже сейчас мы готовы молиться о каждом, кто свяжется вместе с нами. Дорогие друзья, в жизни не бывает проблем, которые невозможно решить с Божьей помощью. Доверяйте Богу во всем, и Он удержит вас от всякого зла. Наша программа выходит в прямом эфире, и вы прямо сейчас можете дозвониться к нам прямо в студию, и мы будем молиться о вас и о ваших родных и близких. Звоните нам по следующим номерам. Для жителей Украины 0800-30-2020, для жителей России 8800-118-44, пожалуйста, наши операторы готовы принимать все ваши сообщения. Также напоминаем, что у нас появился новый номер, специальный номер для наших зрителей из других стран. Номер 044-392-01-00. Также работает скайп и электронная почта, поэтому, пожалуйста, будьте активны. Сегодня в программе мы вновь будем молиться о единстве в нашей стране, в Украине, и специальная молитва о городе Трусковец. Кроме того, дорогие друзья, очень важно нам сегодня понять, что если мы доверяем Богу и доверяем Его плану в нашей жизни, то нам стоит отказаться от собственного плана. Об этом нам расскажет историю гость нашей студии. Не пропустите. Наверное, вам есть чем заняться в этот вечер, но вы сделали правильный выбор, что включили именно эту программу. Потому что эта программа помогает нам соединиться с вечным, могущественным и сильным Господом. И вы будете иметь огромное благословение, если проведете этот вечер вместе с нами в молитве. Пусть вас Господь особым образом благословит. Как всегда. Как всегда, начинаем с новостей. Сегодня, ты знаешь, очень многие средства массовой информации говорят о том, что происходит в Мекке. Весь, может быть, религиозный мир наблюдает о... А сейчас праздник начался в мусульмаске. Да. Наблюдает за тем, как проходит этот праздник, но проходит он с огромной трагедией. Потому что во время празднования и, как пишут средства массовой информации, при исполнении ритуала побивания камнями шайтана, так называется, погибли более 700 человек. Еще более 800 получили ранения. Изначально говорили, что около 200 погибли, но потом цифра жертв все более и более возрастала. И мы говорим, что с огромным сожалением говорим о том, что иногда, может быть, это какая-то религиозность, она приводит к смерти. Причем к смерти глупой, может быть. Люди просто убили друг друга, придя на этот праздник. Там, получается, толпа, большое скопление людей, потому что это паломничество. Каждый мусульман считает своим долгом это правило, хотя бы раз жизни быть в Мекке и посетить это святое для них место. И поэтому огромное количество людей, и поэтому вот произошла эта трагедия. Мы будем молиться, чтобы Господь утешил родных и близких, которые потеряли родных своих, а также будем просить Господа, чтобы Он исцелил тех, кто пострадал, кто ранен. Ну и, наверное, сохранил от большего количества жертв, потому что спасатели еще находятся на месте, там около 4 тысяч человек пытаются как-то защитить людей, но все-таки это достаточно тяжело организовать. Я предлагаю, чтобы мы еще помолились за нашу страну, всегда молимся за то, что происходит, о том, что происходит на Востоке. Мы благодарим Господа за то, что мы видим, что приходит мир, мы видим, что практически нету перестрелок. Все внимание было обращено на контактную группу, которая в Минске проводит переговоры. И я убежден, что многие люди молятся, чтобы Бог дал мудрости переговорщикам с одной и с другой стороны прийти к взаимопониманию, услышать друг друга, чтобы не возобновился конфликт, и чтобы на Восток, особенно сейчас, накануне зимы, пришел мир, чтобы люди могли обустроиться, приготовиться к этому зимнему периоду, будем об этом молиться. Владимир, я предлагаю молиться после того, как мы примем звонок. У нас есть зритель, который к нам дозвонился. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас услышать. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Ольга, Волинская область. Хочу, чтобы вы помолились. Алло. Да-да, мы слушаем вас, Ольга. Хочу, чтобы вы помолились за моё здоровье, детей, внуков, а также, чтобы они вернулись к Богу, чтобы дядь Микола перестал пить, и признал Бога. И подяка Богу за Его мылисть, любовь и ласку. Будем молиться о вас обязательно. Спасибо вам за ваш звонок. Пусть Бог благословит всю вашу семью. Владимир, наша молитва сегодня об Ольге и её семье. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе, что в этот вечер можем остановиться от суеты, от наших переживаний и провести этот час в молитве, в размышлении, в общении, Господь с Тобою. Мы просим по милости Твоей, чтобы Ты благословил всех, кто сейчас вместе с нами молится. Мы молим Тебя о нашей стороне, мы благодарим Тебя, что постепенно есть намёки на перемирие. Мы благодарны, что практически уже нет выстрелов, и мы благодарим Тебя за это. Наша молитва о группе, которая ведёт переговоры по поводу Донбасса. И мы просим Господь, чтобы Ты даровал всем здравомыслием, мудрости даровал. И самое главное, чтобы они могли в своих переговорах прийти к самому важному, в том, чтобы был мир, чтобы больше не стреляли пушки. Небесный Отец, мы с сожалеем и с печалью обращаемся к Тебе в молитве за паломников, которые пришли в Мекку и погибли. Господи, мы скорбим, и мы просим Господи, чтобы Ты утешил своим небесным утешением родных и близких, которые потеряли самое драгоценное, что у них есть. А также мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и исцелил тех, кто пострадал, кто ранен. Господь, пожалуйста, благослови. А также мы просим за спасателей. Даруем мудрости услышать, увидеть тех людей, которые нуждаются в помощи. Господь, благослови. Благодарим Тебя, что Ты с нами и в радости, и в печали, что в любой момент мы можем к Тебе перейти и быть уверены, что услышаны Тобой. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, нам всегда есть о чем молиться. Мы готовы молиться о Ваших проблемах и переживаниях, о нерешенных вопросах. Мы готовы молиться вместе с вами и благодарить Бога за то, что Он отвечает на молитвы. Расскажите нам о том, как Бог услышал Вас и помог в решении Вашего вопроса. Позвоните, поделитесь вместе с нами этой радостью. Но мы будем продолжать молиться о тех сообщениях, которые уже получили в адрес нашей программы. Пожалуйста, послушайте, о чем нас просят молиться. Олеся из Закарпатии о здоровье своей семьи просит помолиться. Прошу помолиться за моего племянника Матвея. Ему семь дней, и он заболел. Пишет нам Юлия. Также о Кристине, у которой сильное отравление. И помолитесь за меня. У меня болит спина, грыжи. Меня зовут Лидия. Прошу помолиться за сына Евгения. Он лечится от наркотиков. Мы будем молиться обязательно у Вас. Помолитесь, пожалуйста, за маму Оксану, за ее спасение и исцеление от рака молочной железы. Спасибо. Мы будем молиться о Вас, дорогие друзья. И не теряйте. Держите и берегите эту надежду на Бога. Есть сообщение у тебя, Владимир? Также есть сообщение. Друзья, спасибо, что Вы пишете, а также, что Вы звоните. Также мы хотим напомнить, что у нас работает скайп. И вот, используя все эти источники, электронную почту, Вы можете передавать нам свои сообщения. А также звоните нам в прямом эфире. Мы готовы принимать Ваши звонки. Прошу помолитесь за сестру Зиновию. Развился артроз с левой стороны от перенесенной болезни детства. За исцеление также просит молиться жены Надежды. У нее закупорка венок, наш выезд и воссоединение семьи в кратчайшие сроки. Друзья, мы будем молиться, столько просьб. И я бы хотел отметить, что если есть очень сложные болезни, не пренебрегайте врачами. Бог дал мудрость человечеству развиваться и развивать науку такую, как медицину. Поэтому знайте, что Бог исцеляет и через чудеса, а также Бог действует и делает чудеса также в больницах. Поэтому, пожалуйста, найдите того специалиста, которому Вы доверяете и которому Вас направит Господь. Нина из города Киева просит молиться о здоровье дочери Юли, проблемы с поступлением кислорода в мозг. Мы будем молиться обязательно. Федор из города Киева просит молиться о здоровье сестры Галины. Наталья из города Киева просит молиться о своем здоровье, а также о помощи в решении финансовых проблем. Елена из города Киева просит молиться о здоровье внука Ильи. У него проблемы с нервной системой. А также есть просьба молиться об Ольге за ее здоровье, чтобы Господь ее исцелил. Она очень нуждается также в молитвенной поддержке. Из-за читания, сколько сообщений, которые мы уже получили. Наталья из Кировоградской области просит помолиться о сыне Денисе. У него четыре грыжи на позвоночнике. А также об Андрее и Денисе, у которых никотиновая зависимость. Николай из Одесской области о своем духовном состоянии, а также о жене Людмиле и дочери Татьяне. И Мария из Ивано-Франковской области просит помолиться о своем здоровье, а также о внучке Оксане, чтобы Бог благословил ее учебу. Мы будем молиться сейчас вместе с вами, дорогие друзья. Каждого из вас, кто сейчас находится у экранов своих телевизоров, может быть, слушает нас, приглашаем также присоединиться к этой молитве. Господь, дорогой, услышь нашу молитву в этот час. Услышь нашу молитву благодарности в первую очередь за то, что ты помог нам в эти минуты оставить все свои дела, все свои заботы и обратиться к тебе. Обратиться к тебе с надеждой и с уверенностью в том, что ты слышишь и что ты не оставишь нашу молитву без ответа. Господь, ты знаешь все эти просьбы, которые мы только что озвучили. Мы отдаем каждую из них в твои руки. Господь, ты видишь эти большие переживания людей, у которых сложные заболевания. Господь, помоги иметь мудрость и обратиться к нужным врачам. Подари нужных людей, нужных советников, чтобы по милости твоей произошло исцеление в жизни каждого человека. Благослови тех, кто сейчас учится и также нуждается в твоей помощи, в учебе. Даруй особой мудрости, памяти в запоминании. Даруй, Господь, мудрости в том, чтобы построить правильные отношения со своими друзьями, одноклассниками, однокурсниками, со своими преподавателями. Господь, не оставь каждого, не оставь тех, кто мечтает о восстановлении своей семьи, о том, чтобы воссоединиться, жить вместе. Господь, благослови каждого. Мы отдаем каждую просьбу тебе и верим в то, что эти просьбы находятся в надежных руках. Славим тебя за услышанную молитву. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу, что Он слышит нас и готов прийти к нам на помощь в трудную минуту. И даже не только в трудную. Господь всегда рядом с нами. А как Он радуется, когда мы радуемся. Это же большое счастье. А как Он радуется, когда Он видит ответы на молитвы, когда Он видит искреннюю молитву. Спасибо, друзья, что Вы нам пишете. И мы продолжаем читать Ваши молитвенные просьбы. И напоминаем, что наш номер 0830 20 20. Звоните, пожалуйста. Мы готовы принимать Ваши сообщения и молиться о Вас. А также мы с НС и хотим поблагодарить наших молитвенных партнеров, которые всегда поддерживают наши руки и молятся вместе с нами. Мы просто убеждены, что ответы на молитву, которая приходит, это не наши с НС и силы. Это просто общая сила. Как в Библии сказано, много может усилена молитва праведных. То есть я думаю, что большое количество людей, которые молятся. И для нас это важно, что люди не разделены деноминациями. Конечно. Здесь молятся люди разных конфессий, но всех объединяет. И любовь к стране, и сопереживание людям, которые в этот момент испытывают горе. А ведь есть принцип, как хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относились к людям. Потому что сейчас я молюсь о ком-то, а кто-то будет молиться обо мне. Это очень важно, когда будешь переживать какие-то сложные моменты. Наверное, стоит отметить, что мы получили очень много сообщений по скайпу, электронная почта, когда нам пишут, слава Богу, что вы вернулись в прямой эфир, и мы молимся вместе с вами. И это всегда дает особую силу и поддержку, когда кто-то говорит, я молюсь вместе с тобой. Ты не один, я молюсь с тобой. И вот когда вместе, когда мы объединены вот этой молитвой и любовью Бога, это огромное благословение. Слава Господу. Итак, к нам позвонила в колл-центр Анастасия из города Черновцы и просит молиться о Тарасе. У него алкогольная зависимость. Елена из города Херсон просит помолиться о муже Вадиме, чтобы он познал Господа об отце Николае, чтобы он также перестал пить. Борис из села Сергеевка просит молиться о физическом и духовном состоянии своего друга Григория. Оксана из Харьковской области просит молиться об Андрее. У него четвертая стадия рака. Мы будем также молиться. И еще сообщение. Наталья из Сумской области просит помолиться о здоровье мужа Вадима, а также о детях, у которых проблемы с глазами. Лидия у сына Евгения, он лечится от наркомании, просит молиться о нем. Галина из села Тарасовка просит помолиться о муже, а также о том, чтобы Бог дал мудрость и как решить проблемы. А вся мудрость у Бога, и мы будем молиться о вас. Галина, город Полтава, благодарит Бога за работу сына Руслана и также просит помолиться о своей семье, чтобы они поверили в Бога и чтобы нашлись деньги на операцию друга Никиты. Такие сообщения. Мы будем молиться. Мы знаем, что Господь готов прийти на помощь. В Писании сказано, дорогие друзья, о том, что если двое и трое согласятся молиться, то Господь будет среди нас, и Он ответит нам, поможет нам. А нас с тобой уже здесь двое. Правда. А вместе со зрителями еще больше. Да, перед экранами сидит большое количество людей, поэтому я убежден, что у нас будет сильная молитва. Даст Бог. Святой Господь и Бог, мы провозглашаем Твое Святое Имя, Господи. Во имя Иисуса мы обращаемся к Тебе и благодарим, что Ты слышишь молитву народа Твоего. Ты Бог живой. Ты Бог, который отвечаешь на просьбы. Ты являешь чудеса и силу свою. Ты даешь видеть себя и в природе, и в святом Божьем слове, и в жизни людей. Ты изменяешь людей, Господи. Делаешь их святыми. Ты меняешь их образ жизни и мышления, Господь. Мы благодарны Тебе. И сейчас мы прибегаем к Тебе. Мы приходим к Тебе вместе с нашими зрителями и просим по особой Твоей милости и любви. Благослови, Господь. Благослови каждого человека, который к нам написал, который позвонил, который поделился своими просьбами. Господи, Ты видишь, сколько боли, переживаний, сколько тревог о своих родных и близких. Очень много людей страдают от алкогольной зависимости, от бич, от проблемы для нашей страны. И мы просим, Господь, чтобы Ты запретил сатане разрушать семьи, чтобы Ты запретил дьяволу влиять на жизнь этих людей, которые борются с этой зависимостью. Господь, поклади преграду. Стань, Господь, в проеме. Защити, Господь, эти семьи от влияния лукавого. Господи, Небесный Отец, мы просим, чтобы Ты благословил тех, кто борется с раком, кто переживает это, проходит это огромное тяжелое испытание, несет эту ношу, бремя страданий. Мы просим, Господь, по милости Твоей, приди к Ним на помощь, спаси и исцели. Мы знаем, что Ты Бог могущественный, для Тебя нет ничего невозможного. Мы благодарим Тебя, Господь. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы не просто молимся, мы верим в силу молитвы. И у нас есть замечательные ответы на молитву. Хотим поделиться с вами сообщением с прошлого эфира. Мария, город Днепродзержинск. Благодарить за молитву был остеопороз второй степени, но Бог исцелил. Теперь и ноги целы, никто в это не верил, пишет она. Здорово, слава Богу. Слава Богу. Хочу поблагодарить Бога, Он выслушал наши молитвы, и мой муж исцелился от рака, пишет она. Бог дал мудрость врачам, но я уверена, что это чудо от Бога. С благодарностью и с уважением Мария, пишет нам. Слава Богу, это радостная новость. Здорово. Но у нас есть еще звонок от наших зрителей. Владимир, может быть, ты сможешь пообщаться с нашими зрителями и услышать их просьбу. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, откуда вы к нам звоните? Я звоню вам с Макеевки, Донецкая область, считай. Очень приятно. Нам очень приятно, что вы смотрите нашу программу. Я не знаю, как благодарить Бога. Я уже каждый день благодарю Бога за этот канал, за пастора, за Владимира пастора, за ведущую. Это такая радость. Вы знаете, какое у нас життя на Донбассе. Да, да. Но это такая радость, что телевизор смотреть нельзя. Одни обманы. Одна сторона. А я, когда включаю этот канал, когда я могу отдыхнуть, научиться, как Бога славить. И песни, уже сама, это, песни, когда поют на украинской мове, я их записываю, я их пою. Я не знаю, я же как такое великое поклонение Богу, такая благодать Бога, что у меня просто сердце. Мы очень рады, что наш канал действительно оправдывает свое название и несет надежду. Особенно вам на Востоке, где вы пережили много горя. Мы просто верим, что Бог через этот канал несет вам большую надежду и поддержку. Елена, вы о чем хотели, чтобы мы помолились? Да, это такая благодать для меня от Бога. О чем вы хотите, чтобы мы помолились? Я хочу помолиться. Вы знаете, я была в вашей церкви. Я была в Киеве, там внук мой живет. И он меня туда водил. Я говорю, там недалеко от них церковь. Но мы там долго не были. Просто там от руки собирала. Ему там позвонили с работы, и он это, поехал. И когда я услышала этот канал, он работает на СТБ, там все будет добре. И я молю тебя Богу, но я не знаю, на все Божа воля, чтобы он на ваш канал, чтобы его приняли там на канал. О, так чудесно. Будем об этом молиться. Спасибо вам большое, что вы нам позвонили, что вы переживаете о своем внуке. И мы будем молиться, чтобы Бог устроил его жизнь. Если Господь усмотрит, чтобы он работал на нашем канале. Мы рады новым сотрудникам всегда. И мы тоже переживаем за наш канал. И будем молиться, чтобы Бог благословил нас новыми людьми и подарил им мудрости. Мы будем молиться, дорогие друзья, об этом уже через несколько минут. Впереди небольшой перерыв. Мы вернемся в эту студию уже через несколько минут. И встретимся с гостем нашей студии и услышим его историю. Не пропустите, оставайтесь вместе с нами. И пришло слово Господне. Ще поки тебе вформував в утробе матерней, Я впизнав был тебе. И тебе посвятил, дал тебе за пророка народа. А Еремія ответил, О Господи Боже, Та ж я промовляти не умею, Бо я еще юнак. Господь же ему ответил, Не скажи, я юнак. Не лякайся, Бо я буду с тобой, Чтобы тебе рятувати, Говорит Господь. Ты подпрежешь стегна своя, Та й устанешь, И будешь говорите им усе, Что я накажу тебе. И что говорите, И что говорите, И что говорите, За Ваалами я не ходил. Подивись на друга свою долиню, Чего ты не робила, Постоплива верблюдка. Тобто вона каже, Я за Ваалами не ходила. А Господь что каже? А там долиню. Сліди. Сліди лишило. А сліди залишило? Там ж видно. Я ж не сліпий. В час навещення їхнього вони згинуть. Часто не зрозуміло це слово навещено. Як це? Напевно останній суд. Напевно прийде і наб'є. Пророк просто рветься зупинити народ, який йде в пріру. Це, що сталося, це жах. Це просвященник мертвий, ковче Господні захоплений поганими, і 30 тисяч відбірних військових. Цвіт єврейської нації згинуло. Все. Єремія нічого поганого їм не пропонував. Він каже, якщо ви помилились, нічого страшного. Є можливість все виправити. Якщо я вже про це думаю, це вже позитив. У програмі «В контексті» ви побачите життя Єремії і його вістку так, як ще досі не бачили. Нові грані, нові перспективи, новий погляд. Досліджуйте Біблію разом з новим ведучим. Вас це мололігно. Залишайтесь у контексті. В ефірі программа «Помолитесь за мене» і ми хочемо представити вам нашого гостя. В студії сьогодні вместе с нами предприниматель Филипп Шуберт. Филипп, добрий вечер. Добрий вечер. Спасибо, що сьогодні ви прийшли к нам на нашу программу. І хочете поділитися з нами исторою, яку ми немножечко анонсували нашим зрителям. Історію о том, як оставити свій план життя, чи свій план какой-то ситуції. Але все ми планируємо, що нам робити і як нам жити. Ну, ця история була связана не то, щоб даже ставити свій план, а коли ти молишся і просиш о чому-то, то будь твёрдим і уверенним, що Бог даст. Тому що нам свойственно, якщо вдруг Бог не відповідає, то я пойду по запасному пути, по якому-то своєму. І ми вже значально планируємо його, навіть перед тим, як ми встали на молитву. То це була определённа ситуація, яка к цьому підвела? Да, була определённа ситуація. Я читал Библию, і в послании Якова наткнулася на такие стихи. «Но допросить с верою, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаємой і развеємай. Да не думай, такой челик, получить от Господа что-нибудь». І я тоді задумався, думаю, ну, якщо ми просимо, якщо ми молимося, то потрібно верити, що получимо. І була в мене ситуація. Що-небудь, навіть якій-то мелочі. Да, да. Саме інтересне, що действительно, це було, ну, можна сказати, те, хто водитель, вони знають, що педаль тормоза – це в машині не мелочі. І я якраз її, коли ремонтував, у мене там була одна защелочка, яка фіксує педаль тормоза на штокі, на самом главному цилиндрі. Владимир сейчас понимає більше, ніж я. Не совсем. Я знаю, де тормоз просто. І я, коли ремонтував цей шток, у мене эта пружинка-фіксатор, которая держит саму педаль на цей тормозній штокі, она отскочила і влетела под торпеду, куда-то в провода. Торпеда-то знає, що це? Ну, під прибірну панель, скажімо так. То, що в машині, на якій прибір знається. Светиться разными огоньками. Спасибо. Ночью. І я минут сорок искал. Я вже обискал все углы, все провода, перетрусил вже, все, нету її. Ну, бывает такое, що ти вроде іщеш, іщеш, але воно должно реально где-то лежати. Ну, скільки на той торпеді, там же все видно. В машині, да, да. Ну, воно внутрі було. А внутрі, внутрі западна. Внутрі. Я ж був якраз під торпедою, і воно внутрі стрельнуло. Я вже обискал, думаю, ну що, ну, придеться робити цей фіксатор, це як шплинт, тільки він спеціальний шплинт. Думаю, вже із какой-то проволокі зробити і смотати. Але потім, з іншої сторони, думаю, ну, все-таки такі... Наскільки це буде надєжно. Тормоз, да. І наскільки ця проволока відріжит на ходу. І я думаю, ну, у мене вже є Господь. Такими мелочами я не обращався к нему. Ну, Бог же просит, обращайтесь ко мене по всякому вопросу. Правда. Простите, да, воно буде. Так, да, я предварительно сходил в гараж, взял себе проволоку і думаю, треба ж помолитися. Встал на молитву, помолився, Господи, помоги, пожалуйста, мене найти, тому що відповідальність. Вожу дітей, вожу сем'ю свою і людей вожу. І якщо, не дай Бог, то... Як? Можете случиться беда. Да, може случиться беда. Тепидаль тормоза. Просто молитися за того, что, Боже, помоги найти эту пружинку. Да, помоги найти пружинку. Даже вот в такие мелочи казалось бы. Повстаю с молитвой, иду к машине и беру в руку вот эту проволоку, которую я уже взамен этой пружинке. А, ваш план Б. Да, это мой отходной план Б. И знаете, такая громкая мысль в голове. А чего ты тогда молился, если ты идёшь с проволокой к машине? И я начинаю думать, действительно, Боже, я ж тебя попросил, а чего мне тогда... Или тогда мне не надо было просить, а сразу мотать эту проволоку и не озадачивать Бога своими проблемами. Или абсолютно Ему доверять и оставять. Или довериться Ему и убрать, и без проволоки идти к машине. Я сворачиваю проволоку в кучу и забрасываю. Ну, можно было положить гараж, нет. Я думаю, заброшу её так далеко, чтобы невозможно было найти. То есть просто как бы отрезал. Все свои отходные пути, да. Господи, я говорю, я просил тебя, и я не сомневаюсь. Вот в текстах написано, что человек сомневающийся. Не хочу быть сомневающимся, я верю тебе и доверяю. Хотя ты уже всё проверил, что ничего нет? Я облазил уже всё. Я уже все провода перетрусил, уже все закулки. Ну, думаю, ну, мало ли, ну, машине там мест много. Мало ли, какой-то под ковролином, где-то между попало. Ну, всё, она малюсенькая такая. Подхожу в машину, залажу и, знаете, руку направляю там в первое место. Такое абсолютно произвольное, то есть не предполагая нигде. Направляю место, бух, и она падает ко мне на руки. Вот это да. Я говорю, господи, спасибо тебе. Что почувствовал? Что почувствовал? Ну, я почувствовал уверенность в Боге. Ответ. Если ты просишь, да. Даже, казалось бы, милость. Но ожидал, что так именно будет. Вы знаете, когда выбросил проволоку, я бы стал уверенный, более уверенный, что Бог ответит на эту молитву. И ждал, что так будет. Слава Богу. Ну, кто-то подумает, что это вот, может быть, слепое какое-то доверие. Но всё-таки Богу, наверное, стоит доверять, когда Он тебе говорит, да, вот, что не бойся мне довериться. Наверное, доверие приходит через опыт. Не бойся упасть в мои руки. Через опыты, конечно. Наверное, уже до этого были определённые тоже опыты с Господом. И поэтому уже пришла такая уверенность, что, в принципе, если ты Господу, вот, даже такой решительный шаг сделаешь, что Бог обязательно ответит. Владимир, ну, есть много людей, у которых, может быть, кто-то не чувствовал опыт до этого. И они думают, а как первый раз обратиться? Да и первый раз можно. Можно обратиться. По любой ситуации. Вот у меня это было обращение такое. Я прочитал текст в Библии. Не сомневайся. Если просишь, то не сомневайся, что получишь. И вот, казалось бы, мелочь. Ну, не совсем мелочь. Педаль тормоза в машине — это не мелочь. Но, казалось бы, из-за щёлочкой я попросил Бога, и Господь ответил. И вы знаете, эта ситуация, она пускай как бы минимальная, но она мне в жизни открылась совершенно разной, гораздо более глобально на эту ситуацию смотришь. Если мы обращаемся к Богу с какой-то просьбой, то не нужно сомневаться, не готовьте какие-то планы. Я знаю, что вы для нас приготовили ещё истории. Да, у меня есть ещё истории. Но я хочу, чтобы мы немножко заинтригуем наших зрителей, немножко чуть-чуть выдержим паузу. Да, к нам дозвонился наш зритель, и мы хотим принять его звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Ярослав. Мирослав. Очень приятно. Откуда вы к нам звоните? Я телефоную из Ивано-Франкельской области, місто Рогатин. Очень приятно. Что побудило вас позвонить? А что вы хотите, чтобы мы молились? За моих знакомых, Олега и Андрея, чтобы Господь звільнив их от алкогольной независимости. Меня просили помолиться, чтобы попросить за них, чтобы Господь допомогал им о том, чтобы они залишили всю саму встречу. Спасибо, мы обязательно будем молиться, и мы имеем уверенность в том, что для Бога нет ничего невозможного. Наш опыт показывает, что очень много ответов, связанных с алкоголизмом, были услышаны, и люди были исцелены. Поэтому будем молиться о ваших друзьях. Филипп, ну вот сейчас, например, у нас осень, да, и на улице очень тепло сегодня, такой прямо летний день. Так что просите Бога, чтобы лето продолжалось, и выходя из дома одеваться легко? Вы знаете, вот была история недавняя, но предстоящая к ней, когда после того, как я с Богом попробовал доверять Ему всецело, мы с семьей решили поехать на природу. И когда мы собирались ехать, я смотрел прогноз погоды, дождь на целый день. Это было воскресенье, я говорю, я молился, и Бог ответил. И вы говорите своей семье, собираемся. Собираемся, едем, дождь льет. Я говорю, собираемся, едем. Едем куда? На гору. Объявили, что на прогулку. Да, мы поедем, костер попалим, идет дождь, я говорю, мы палим костер, мы приедем, и Бог нам даст возможность отдохнуть. На природе вместе с семьей провести. Не дерзкий вот этот такой подход? Ну, конечно, для Бога, наверное, важно, чтобы мы Ему доверяли. Уверенный подход, уверенный в Боге. Я просто верил Богу, что Господь может, конечно, Господь, когда мы молимся, Он иногда отвечает по-своему на молитвы. То есть Он всегда отвечает на молитвы. Нет ни одной молитвы, ни одного человека на свете, на который бы Бог не ответил. Я хотел вас спросить, когда сели в машину, зонтик и выбросили? Нет, зонтики в машину сложили, потому что они… От солнца, Владимир. От солнца, от солнца. Зонтики не выбрасывали. Я говорю, все нормально, едем. Подъезжаем мы к этому месту, там надо было подняться чуть-чуть на гору, идет дождь. По дороге вы ехали, идет дождь. По дороге едем, идет дождь. Не просвета, серое небо, моросит дождь. Погода такая как раз, что не хочется совсем ехать на природу. А ваша супруга, дети в это время, как говорят вам, радуются? Они сидят, молчат и говорят, ну что, поехали, что же делаем. Да, хорошо. Их пристегнули ремнем, и все, куда у них. Куда деваться, да. Вот, приезжаем мы уже под эту горку, идет дождь. Заезжаем мы на гору, вы знаете, я говорю, Бог нам даст возможность, чтобы мы с вами вместе провели это время и его благодарили. Поднимаемся мы на гору, открываем двери, дождь перестает. И начинают открываться облака. Я говорю, вот смотрите, друзья. Ну мне даже, знаете, самому это удивительно. Сами, да, удивились. Но это было удивительно. Вот как веришь, но когда это все приходит, получается. Получаешь, да, ты сам в шоке, потому что, ну насколько Бог, для Бога нет ничего невозможного. И вот эта гора, на которой мы были, мы полили костер, мокрая трава была, мы взяли такие специальные непромокаемые постилки, мы распалили костер, погуляли, провели чудесное время. Но самое интересное было потом, когда мы все закончили, свернули, сели в машину, поехали, опять начался дождь. То есть я после того говорю, Господи, ну вообще ничего нет невозможного. Просто кто-то, Инесса, этот вопрос, кто-то помолился, что была погода как вот летом, кто-то не насладился еще летними днями. Это, наверное, была я, Владимир. Да, кто-то не насладился и не накупался, поэтому вот у нас еще до сих пор такая погода. Мне кажется, что вот так верят дети. Верят иногда взрослые, начиная строить логическую цепочку, и пытаются объяснить и сказать, то, что ты хочешь, то, что ты просишь, невозможно. А ребенок говорит, возможно. Ну это вот здесь известная история о девочке, когда в церкви, да, знаете вот эту историю, все знают ее, да, что в церкви молились о том, что засуха наоборот была. Была засуха, да. И в церкви все решили молиться, что пошел дождь. И на богослужение, когда на следующий день идут, семья собирается, а ребенок берет зонтик. Так. Вот, да. И родители говорят, что ты берешь, засуха, жара такая. А ребенок сказал же, мы же молились, что будет дождь, значит будет дождь. Значит будет дождь. И вот поверь, этого ребенка пошел дождь. И она одна сухая вернулась. Да, да, это, наверное, яркая иллюстрация вот этой детской веры. Наверное, мы настолько очень взрослые, что нам не хватает вот такой веры. Мы настолько прагматичны, мы хотим все так построить. Просчитать. Наша логика просто, она мешает нам верить. Потому что с точки зрения логики, многие вещи, которые делает Господь, они невозможны. То есть если мы строим нашу логическую цепочку, ну оно всем свойственно, особенно мужчинам, а мне тоже. Ты продумываешь ситуацию, думаешь, ну вот, в принципе, невозможно. Но все-таки это жара, все-таки из-за тебя, наверное. Вот с тобой просто раньше говорили. Мы так немножко шутили, говорили, кто же это, кто же это. Но не из-за тебя. Но и вы тоже. Вот буквально прошлые выходные. Вот сейчас хоть телезрители увидят виновника. Прошлые выходные была, помните, рекорд поставлен температурный в истории Украины, насколько я помню. Да, 30 градусов. 32, по-моему, да, была температура у нас здесь в Киеве. Но предварительно в четверг мы помним, что было холодно. Температура четверг, среда, холодник. Похолодало уже, что, реальная такая уже октябрьская погода. Да, да. Холодина, по-моему, две недели у нас уже такая вот была. Был холод. И мы с нашими следопытами, с нашим следопытским клубом решили пойти... Это христианский, подростковый такой... Да, подростковый следопытский клуб. Мы хотели провести это время вместе. И вы выбираете выходные для них? И мы выбираем выходные. Холод. И я говорю, господи, ну помоги нам, чтобы мы смогли все-таки это время провести вместе. Мы с родителями собрались. И дожди идут, да. Я говорю, нет ничего невозможного. Я уже знаю, что для тебя нет ничего невозможного. Были истории в жизни, которые говорят об этом, да. И я уверен сейчас, Боже, что тоже ты можешь от нам это сделать, потому что вместе провести время на природе, радоваться природой. А родители реагируют? Погода такая? А родители, особенно папа и нормально. А мамы реагировали, слушайте, мы же детей поморозим, оно же холодно. Шесть градусов тепла ночью, они все горло заболеют. Ну естественно. Вы с ночевкой же планируете? Да, мы три дня. Мы пятница, пятница ночь, и суббота на воскресенье тоже ночь. То есть мы там пятница после обеда, суббота весь день, и воскресенье до обеда. То есть мам паника? У мам, да. Не то чтобы паника, но они такие в состоянии, знаете, такого беспокойства. Отпускать детей, ехать самим или не ехать. Я говорю, мы молимся, Господь нам даст погоду, не переживайте, все будет хорошо. Четверг, среда, холодно. Мы молимся. Четверг, холодно. Холодно. Молимся. Ночь четверга. То есть вы собираете все необходимое, оборудование, да? Да, я все приготовил, оборудование, котелки, все приготовили полностью. То есть уже по вере. Да, тут уже по вере. Тут как мы на гору ехали, собрали, говорю, друзья, все будет хорошо. Мы молились, хорошая будет погода. Пятница утра. Просыпаемся. Так, прохладно, но видна уже перспектива. Есть какие-то изменения. А, я смотрю, что небо чистое, солнце, и температура начинает подниматься. И так очень активно. В общем, когда в обед мы уже собирались выезжать, температура была уже 27 градусов. Почти летом. А до этого было 6 градусов. Потом с пятницы ночь, 18 градусов тепла. Ночь. Ночь. То есть можно спать без спальника. Мы без спальника. Мы даже, я, например, в спальник не мог залезть, не мог себя заставить. Я его просто расстегнул и слегка накрылся. Жарко было в палатках. И суббота утра, все говорят, слушайте, те, которые в лагерях следопытских были, мамы особенно, мамы, говорят, что нам даже так летом тепло не было, как этой ночью. Слава Богу. И суббота, это был жаркий день. Очень жаркий день суббота. Суббота на воскресенье. Еще теплее. Это была такая же ночь, 18-19 градусов. Мы сидели с детьми перед костром вечером, мы были в майках, 11 вечера. Мы уже собирались ложиться спать, мы были в майках. То есть настолько было тепло. И самое главное, комаров не было. То есть там, может, и единицы какие-то были, не было комаров, и было очень тепло. Мы могли, мы прекрасно под гитару пели с детьми, под костер, с костром под гитару. Как бы играли в разные игры. Ну вот время... То есть провели чудесное время. Да. Мы время провели, вы знаете, даже не предполагали, насколько хорошо мы провели время. Но для детей лето вы точно продлили вот этими тремя днями. Да вы знаете, я даже сам удивился, что настолько Бог нам поднял эту температуру до такой степени, что мы даже не ожидали. Мы думали, ну, пускай 20 градусов, и мы пойдем. Но мы в любом случае пойдем. Если будет даже там 15 градусов, пойдем. Оденемся, теплая одежда, и оденемся, все будет хорошо. Но когда 30... Господь сделал реальное чудо. И это был рекорд температуры. То есть, если мы молимся, знаете, не приготовьте, не готовьте никаких отходных планов. Нам не нужно это делать. Доверьтесь и идти Богу. Слава Богу. Замечательные истории. Чудесная. Замечательный вывод. Водушевляющие. Здорово. Спасибо большое, что вы были. Никогда не теряйте, Филипп, вот этого. И учите нас. Приходите еще к нам в студию и расскажите нашим зрителям еще о том, как важно верить Богу. Просто запишись в Клуб Синопытов и будешь чаще слышать такие истории. Обязательно. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Спасибо Богу. Дорогие друзья, в эту студию вернемся уже через несколько минут. Мы будем еще молиться о вас. Еще есть время дозвониться. Оставайтесь вместе с нами. Татьяна просит молиться о муже Виталии. Алкогольная зависимость. Анна нуждается в молитвах о сложных взаимоотношениях с сестрой. Пусть Бог даст терпение и любви к родному человеку. Надежда просит молиться о своем здоровье. Туберкулез. Просьба молиться о маленькой Софейке, чтобы Господь укрепил ее здоровье. Нина Алексеевна просит молиться о себе, а также о сыне и внуке, чтобы Бог освободил их от алкогольной зависимости. Людмила просит молиться о состоянии Юрия. Обнаружена онкология. Александр просит молиться, чтобы Господь благословил его в поисках спутницы жизни. Ирина нуждается в молитвенной поддержке после смерти матери. Зина просит молиться, чтобы Бог дал мудрости в вопросе покошения кредитов. Лидия просит молиться о Марии, которая ослепла. Пусть Бог даст ей мудрости, как поступить в этой ситуации. Друзья, мы бы хотели молиться о тех просьбах, которые только что были озвучены. Но у нас еще есть звонок. София с нами на связи. София, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас услышать. София, сколько вам лет? Скажите, пожалуйста. Мне... Мне восемь лет. Очень приятно, София. Откуда ты звонишь? Расскажи, пожалуйста. Мне восемь лет. Очень приятно. Откуда ты звонишь? Я звоню в Кисанские области. Очень приятно. Мы слушаем тебя. Кисанские области. Очень приятно. Мы слушаем тебя. Я хочу... Я прохаю за моего тата и моей сестрички. Хорошо. Расскажи, как их зовут? Расскажи, как их зовут? Злата и папа. Мы будем молиться обязательно о твоей сестричке Злате, и о папе, и о тебе, София. Спасибо за твой звонок. Мы очень рады были тебя услышать. Пусть Бог тебя благословит. И знай, что Он тебя очень сильно любит. Слава Богу. Слава Богу за эти звонки. Инна, у нас есть традиционная рубрика. Мы молимся о городах. Или о жителе определенных городов. Мы молимся сегодня о городе-курорте. Сразу же хочется на курорт. Приятная сегодня тема лето. Да. Трусковец. Дорогие друзья, Трусковец – город областного значения во Львовской области. Бальнеологический курорт. Расположен в предгорьях украинских Карпат на высоте 400 метров. 19 века известен своими целебными источниками и реабилитационными центрами. Около 20 санаториев и на 500 тысяч мест поликлиники, водолечебницы, множество мелких частных пансионатов. Постоянное население – 29,5 тысячи человек. Число отдыхающих на курорте ежемесячно составляет в среднем 13 тысяч человек. То есть половина населения города. Красивое место в Карпатах. Слава Богу за эти места, за эту замечательную природу. Да, и мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил этот город, благословил, чтобы число отдыхающих было всегда больше, чтобы люди могли действительно оздоравливаться в этих прекрасных местах и чтобы была работа там для местных жителей, чтобы они чувствовали и радость, и комфорт, и им нравилось жить в этой местности, и они хотели там оставаться. Ну и чтобы много людей приезжало туда. Конечно. Мы сегодня будем молиться об этом городе, Трусковец, дорогие друзья, и будем молиться о тех просьбах и сообщениях, которые вы услышали прежде в небольшом видеосюжете. И есть еще сообщения, которые мы получили по скайпу. Добрый день, Владимир Инесса. Просьба помолиться за Валентину Ивановну из Вольногорска. Ей необходимо менять тазобедренный сустав. Она не может ходить и сидеть, но так как ей 75 лет и средств нет, она не будет этого делать. Но хотя бы по милости Бога, чтобы уменьшилась боль, и хоть чуточку, чтобы она смогла двигаться, просит нам наш зритель. Мы верим Богу, все возможно, и молимся вместе с вами. Спасибо вам за это сообщение. Мы обязательно помолимся об этой женщине. И еще нас просит Олег, пожалуйста, помолитесь за Олега и Михаила, которые будут возвращаться домой. Пусть Господь сохранит их жизни. Будем молиться, дорогие друзья, об этих сообщениях. И каждого из вас приглашаем присоединиться к нашей молитве. Отец, дорогой, обращаемся к тебе в этот час. Просим, чтобы ты по милости твоей благословил каждого зрителя, который написал нам свое сообщение и просит о твоей помощи. Помоги, Господь, каждому иметь вот эту детскую веру и абсолютное доверие тебе в том, что тебе лучше знать, что нам необходимо. Господь, мы верим в то, что ты можешь позаботиться о нашей жизни лучше, чем если бы мы сами о ней заботились. Поэтому мы просим, Господь, чтобы ты взял в свои руки все эти просьбы, сообщения, всю эту нужду человеческую и каждому ответил по необходимости. Благослови, Господь. Наша молитва также сегодня у городе Трусковец. Ты видишь, что это красивый город, Господь, и очень много людей сегодня приезжают туда, чтобы найти выздоровление. Господь, выздоровление и исцеление тебя. И мы просим, чтобы ты особым своим водительством пребывал с врачами, которые находятся в этом городе, и поддержал всех тех пациентов, которые обращаются за медицинской помощью. Господь, не оставь нужды людей этого города, благослови их планы, их мечты, и помоги, чтобы каждый мог доверить сегодня тебе свою жизнь. Наша молитва к тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Мы можем еще помолиться о ваших нуждах, поэтому, пожалуйста, звоните нам, а мы продолжим читать молитвенные просьбы. Ирина из Красноармейска. Помолитесь за мою маму Полину Макаровну. У нее плохо со здоровьем. Галина из Киевской области. Молитесь о моем здоровье. Очень много проблем. Еще у меня очень большой кредит, а я не могу оплатить. Молитесь, чтобы с работы выплатили зарплату, или чтобы Бог даровал другую хорошую работу. Ирина из Красноармейска. Также продолжает просить. Молитесь за мое состояние. Я ухаживаю за пожилой женщиной, чтобы мои силы восстанавливались, и я была здорова. И также Виктор из Киевской области. Помолитесь за мое физическое состояние. Плохо чувствую себя. Петр Петрович из Крового Рога. Помолитесь за меня, мою жену Раису, за наше здоровье. У жены проблемы с кишечником, а у меня с ногой. У нас есть сегодня много сообщений, которые мы получили по скайпу. Я бы хотела зачитать некоторые из них. Валентина, город Харьков, просит молиться о здоровье бабушки Люции. Ольга, Кировоградская область, просит молиться о дочери Виталини и о мальчике Максиме. Ему 6 лет, он не разговаривает. А также о решении проблемы. Нашествие жаб, которые залазят в дом. Вот такое есть переживание. Мы будем молиться обязательно о вас. Нина, город Киев, просит молиться о духовном и физическом состоянии сына Сергея. А также об освобождении от алкогольной и никотиновой зависимости сына Владимира. София, Одесская область. Это сообщение мы уже зачитывали. Мы уже поговорили с этой девочкой. Мы будем молиться о вас. Ольга просит молиться об Олеге и Михаиле, которым предстоит путь домой, чтобы Бог охранял их. Юля из Винницкой области, о сыне Василии болеют ноги, чтобы он поверил в Бога. И Нина, город Киев, просит молиться об исцелении Юлии, проблемы с позвоночником и сердцем. А также о сыне Александре, который выпивает. Есть еще много других просьб. К сожалению, мы не успеем зачитать все. Но, дорогие друзья, вы помните, что мы молимся о вас ежедневно. И мы обязательно помолимся о вас после окончания этой программы. Доверяйте Богу. Бог знает вас по имени. И то, что вы сегодня уже написали это сообщение, это уже шаг навстречу к Нему. А мы приглашаем вас к молитве. Будем молиться нашему живому Господу. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты готов принимать каждого и открыт для каждого искреннего сердца. Господь, мы с большой любовью и переживанием приносим при Твое лицо в небесный храм просьбы, драгоценные просьбы наших дорогих зрителей. Мы просим благослови. Ты видишь, Господь, переживания и о родных, и о близких, и о здоровье, и о самочувствии, и о личной жизни, и о финансовых проблемах. Господи, мы с большой любовью передаем эти просьбы Тебе и просим по милости Твоей. «Услышь, благослови, я ответь. Знаем, что для Тебя нет ничего невозможного, ибо Ты могущественный и сильный Господь. Аминь». Аминь. Но уже через несколько секунд мы готовы прочитать вместе с вами благословение от Бога из книги Библии, поэтому оставайтесь вместе с нами. Итак, мы читаем такие слова из Священного Писания. «Господь, Бог Твой среди Тебя, Он силен спасти Тебя, возвеселится о Тебе радостью, будет милостью в полюбви Своей, будет торжествовать о Тебе с ликованием». Доверяйте Богу свою жизнь и молитесь Богу. Ну а мы встретимся с вами уже на следующей неделе, во вторник. Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»